Эфир телеканала Кубань 24 продолжает новости культуры. Когда утро начинается с ковровой дорожки духового и симфонического оркестра, солистов музыкального театра и ансамбля казачьей песни. Все это ведет к одному. Это значит у руководителя, огромного коллектива, более тысячи человек, праздник. Сегодня юбилей генерального директора и художественного руководителя Краснодарского творческого объединения премьера имени Леонарда Гатова Татьяны Гатовой. Подчиненные, а вернее сказать большая семья, пели, танцевали и говорили искренне слова благодарности и поздравления. Татьяна Михайловна, какая разная. Настоящая женщина. Ну вот как март у нас на Кубани, да и наверное вообще во всем мире. Такая разная, солнечная прежде всего, очень доброжелательная. Иногда бывает как ураганный ветер, иногда бывает какая-то, я не знаю, как фонтанирующий гейзер какой-то. Ну вот разная-разная. Единственное, что могу сказать, что она любящая. Она нас любит, а мы отвечаем взаимностью. Она прекрасный руководитель, она генеральный директор всех коллективов. И она справляется со своими задачами. И она сделает великую миссию, потому что она продолжает дело Леонарда Григорьевича Гатова. Достойно продолжает, хорошо продолжает, неся культуру на весь Краснодарский край. Татьяна Михайловна очень добрый, отзывчивый человек. Вот правда, на нее смотришь, хочется улыбаться. Она настолько талантливая и всегда она учит нас чему-то. То есть ей очень приятно разговаривать. Она такой приятный человек, правда. Она волшебница. Она, когда на нее смотрит публика, они аж балдеют. Она чародея, она маг. Она принцесса. К этим теплым словам присоединяемся и мы. И продолжу о прекрасной половине человечества. В Краснодарском художественном музее Коваленко открывается выставка «Времена амазонок». В экспозицию вошли живописные и графические работы. И сегодня у нас в гостях одна из участниц, Ольга Тропицына, художница. Ольга, здравствуйте. Итак, расскажите, сложно ли было отбирать работы, сколько их всего и как вы подходили к этому выбору? Ну, работ очень много, конечно, разных художниц города Краснодара. Я представляю графику. Определиться было, конечно, сложно, потому что когда ты хочешь выставиться на хорошей площадке, а художественный музей является очень солидной площадкой, престижной, поэтому мы, конечно же, советуемся с кураторами выставок и с искусствоведами. Поэтому они отбирают работы разных лет, разноплановые. Мало того, одни из лучших работ, но крепкие работы, не рядовые, непосредственные. Что значит крепкие работы? Крепкие – это, может быть, даже технически очень правильно сделанные, сильные работы, честные работы. Тут меня знают горожане как художницу, которая пишет Краснодар. В данный момент я люблю наш город, улочки наши старинные. Но в этой выставке, в этой экспозиции я буду представлять именно раздел графики. Здесь работы разных лет, это карандаш, бумага и шариковая ручка, моя любимая. Почему все-таки графика? Как выбор на нее, Павел? Все-таки действительно вас знают как отличного графика. Наверное, в этой технике я чувствую себя очень уверенно. И мне она нравится не только исполнять монохромно и одноцветно, но и, если это идет и подмалевок акварельный, все равно это технически я почему-то очень аккуратно выполняю свои работы. Этим я и отличаюсь, это мой такой конек, так скажем, или отличительная черта. Вы являетесь таким художником, который показывает нам красоту окружающего мира. Не нужно куда-то далеко ездить, а вот здесь, сейчас, вокруг нас существует красота. Вот вы показываете ее. Как вы, что вы замечаете? Как вы выдергиваете из обыденной жизни это все? Ну, наверное, вы знаете, я просто люблю то, что меня окружает. Я люблю свой край и свой город. Поэтому тема не только старых улочек и архитектуры, но и, допустим, наших плодов, подсолнухов и салфеток, и, не знаю, старых там тыкв. Мне это все очень нравится, поэтому, когда я над этим работаю, я получаю удовольствие. Это самое главное в творчестве. Есть ли мечта творческая? Творческая? Ну, я как-то говорила, что хочется расширять свой диапазон и не останавливаться. Вот я продолжаю заниматься, допустим, декоративно-прикладным искусством, то есть росписями по мебели или... И мне всегда хочется большие объекты, а значит, роспись фресок, может быть, даже замахнуться на роспись соборов, почему бы и нет. Да, действительно. Я ставлю такие для себя, как бы, хорошие цели. Ну, хорошо, я действительно пожелаю, чтобы эта мечта стала реальностью, чтобы действительно что-то вот было ваше сокровенное и новое. Ну, и расскажите, пожалуйста, все-таки, какие пожелания вы бы дали начинающим художникам? Начинающим я могу только дать пожелание, это уверенность и верить в свои силы. Вот и все. И главное, талант – это 99% труда. Трудиться, трудиться, трудиться. Трудиться, трудиться, не лениться. И, вы знаете, не надо ждать вдохновения. Вот многие говорят, придет вдохновение. Нет, не придет. Надо садиться и работать. Что ж, спасибо огромное. Я поздравляю вас с наступающим женским праздником. Совсем чуть-чуть осталось, и тем более весна на улице. Так радует нас погода, чтобы вы вдохновлялись и дарили нам прекрасные шедевры. А, пользуясь случаем, могу я пригласить всех горожан на выставку. Седьмого марта в 15 часов в художественном музее Коваленко. Мы ждем вас, всех, кто любит искусство, посетить нашу женскую выставку. Увидеть женский взгляд. Да, женский взгляд. Ну что ж, спасибо огромное. Это были новости культуры. Ну а далее «Факты спорта». Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.